Ежегодно наступление холодов влечёт за собой множество жалоб на тепло в многоквартирных домах. Юганск Транстеплосервис и власти города стараются решать проблемы оперативно. В целях профилактики работы ведутся не только в тех домах, откуда поступали обращения. Сейчас уже начинаем обзванивать жителей, обходить все дома, искать основные причины. Где, почему, как замерзает. Везде бывает по-разному. Где-то порыв, где-то, говорю, перемерзание, где-то батареи забиты. Ранее уже были проведены работы в восьмом и восьмом о микрорайонах. Теперь очередь дошла и до седьмого. Скорость выполнения работ зависит от каждого случая в отдельности. Помехи для устранения неполадок создают в том числе и сами жители. Зачастую попасть к трубам в подвалах мешает оставленный жильцами хлам. Рабочие заходят, домой заходят, щупают, проверяют. Вчера приходили обои, сначала один зашёл, проверил, холодно, сами видят. Потом вышел, прокачали, тепло становится. Когда уходят, через час-два опять батареи холодные становятся. Ну, спасаемся вот электрическими печками, вот так и спасаемся. Ночью холодную воду включаем. Если 35 градусов не включать холодную воду 2-3 раза ночью, то она в трубах замерзает. По словам жителей, старые дома продуваются ветром, поэтому им приходится спасаться дополнительными отопительными приборами и тёплыми вещами. Однако, открытые форточки некоторых окон противоречат жалобам на холод в квартирах. В решении проблемы активно принимают участие управляющие компании. Вызвали представителей ресурсоснабжающей организации теплосети. В данный момент проводятся профилактические работы. Выясняем, где произошла просадка системы отопления. Ну, сначала выясним причину, будем устранять совместность теплосетями. Обращаем внимание, что для оперативного решения подобных вопросов Жителям необходимо обращаться напрямую в департамент ЖКХ, Единую дежурно-диспетчерскую службу и Юганск Транстеплосервис. Номера телефонов указаны на экране. Мария Пель, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».